Привет, друзья! Сегодня в преддверии праздников хочу вам показать несколько вариантов оформления всеми любимого салата. Это у нас будет селедка под шубой. Очень красиво, не правда ли? Это получается очень вкусное сочетание, к которому мы уже все привыкли, но на вид это совершенно что-то новое и совершенно что-то другое. Получается так же вкусно. У меня здесь отварено продуктов на 5 разных видов этого салата. Не в большом количестве, но вы все дальше сами увидите. Для начала нам нужно филировать сельдь. Берем, в моем случае у меня ушло 2 селедки крупненькие, прорезаем вдоль хребта с двух сторон филешки, снимаем шкурку и затем уже снимаем сами филешки. Просто оттягиваем филе в разные стороны с хребтом. Чаще всего получается, что ребрышки сами отходят вместе с хребтом, но это не всегда, поэтому иногда им помогаем. В общем, нам нужно филировать нашу сельдь. Я думаю, вы справитесь с этой задачей. Если нет, в принципе, можно и купить уже готовое, но оно получается не такое вкусное, то филе, которое уже готовое. Остатки косточек вот так поддеваю ножиком и их можно легко достать. Приступаем к самому простому. Первый у нас пойдет самый легкий рецептик. Для него нужно будет смешать в одинаковых пропорциях морковь, свеклу и взять либо сливочный сыр, либо плавленый сырок, либо творожный сыр. Я буду использовать обычный плавленый сырок. Он у меня сливочный, такой же очень вкусный и такую же консистенцию придаст нашему пюре. Эту всю массу нужно взбить блендером до такой красивой розовой однородной массы без комочков. Посмотрите, какая она красивая получается. И затем эту массу нужно будет отправить в кондитерский мешок и положить в холодильник минимум на полчаса. Если вы будете использовать сливочный сыр, то желательно положите даже на час, чтобы он остыл и масса уплотнилась. И у вас был красивый рельеф после того, как мы будем выдавливать. Тем временем, пока масса у нас остывает, я взяла обычный тостерный хлебушек. Можно использовать красивенькие кружочки багета, можно использовать тарталетки. Я буду смазывать слегка закуской. Это может быть масло, либо тот же сливочный сыр, может быть любая закуска. Это только для того, чтобы сельдь не пропитывала хлеб. На эту закуску выкладываю по два небольших кусочка селедки. И потом на эту селедку еще положу несколько колечек фиолетового лука. Его я мариновать не буду, чтобы он не давал лишнюю кислоту. Он и так сладковатый, не острый, поэтому мариновать я не буду. Но если хотите, конечно, можно и замариновать его. И затем на этот фиолетовый красивый лучок выдавливаем из кондитерского мешка наш свекольный мусс. Он очень сливочный на вкус получаются. Такие бутербродики очень вкусные. Наверх можно поставить какую-то кисленькую ягодку. И вот такие вот уже у нас закусочные бутербродики с селедкой готовы. Приступаем к следующему, более сложному варианту. Здесь я возьму два желтка от куриных яиц. Добавляю к ним майонеза. Можно вместо майонеза добавить подсолнечное масло и немного горчицы. Добавляю сюда селедку. И перебиваю также это блендером. И получаю такую густую яичную массу со вкусом селедки. Такой себе форшмак, только без кусочков селедки. Добавляю сюда морковь. И добавляю сюда свеклу. Перемешиваем. Получается тоже очень красивая такая розовая масса. Уже она идет со вкусом сельди. Действительно очень похоже на форшмак по вкусу. Мне очень нравится. Такой закуской можно в принципе намазать какие-то бутербродики. Будет очень вкусно. Я буду использовать вот такой вот коврик деревянный. Он у меня просто как подставка под горячее. И его нужно будет застелить пленкой. Отрезаю небольшой кусочек пленки. Можно использовать, если у вас есть для суши такой коврик. Если его нет, можно использовать какое-нибудь плотное полотенце. Выкладываю на пленку картошку, потертую на крупной терке. Отваренную. И трамбую ее, для того, чтобы получился такой ровный тоненький пласт, в который мы будем заворачивать нашу свекольно-селедочную начинку. Хорошенечко все притрамбовываем. Получился такой ровненький пласт. Он должен быть в высоту не менее 15 сантиметров, чтобы удобно было свернуть. Выкладываем начинку. Начинка не совсем посредине. Смотрите, где я кладу. Выкладываем начинку и затем будем сворачивать наш рулетик. Придерживая за пленку, с крайней от себя стороны, заворачиваем первую часть. Подгибаем и подворачиваем дальше. Закручиваем полностью. Затем заматываем наш рулетик в пленку. И уже формируем красивый внешний вид. У меня он будет слегка такой квадратненький, чтобы удобненько стояли потом нарезанные кусочки. Поэтому я придавливаю, делаю более квадратную форму. Потом отправляю в холодильник на полчаса полежать и стабилизироваться. Затем уже можно нарезать этот рулетик. Я вот такими вот наискосок штучками режу. Они получаются очень красивые. Снаружи светленькие, внутри с красной селедочной начинкой. И сверху их можно украсить, чем вам понравится. Я использовала тоже кусочек селедки. Положила, чтобы видно было, что там сель все-таки внутри. Немножечко корейской моркови и зеленью притрусила. Смотрится очень ярко и очень красиво. Для следующего варианта я взяла морковь, яйцо, картошку и майонез. Все это перемешиваю вместе. Тоже до получения однородной массы. Возьму отварную крупную свеклу, которую я беру экономкой или картофельечисткой. Вот такой вот. Делаю слайсики. Тоненькие и довольно-таки длинные. Тоже сантиметров по 15. Насколько у вас получается, делайте такой длины. Опять же, выкладываю пленку на этот же коврик. И выкладываю аккуратненько вот эти вот полосочки из свеклы. Не делайте слишком толстыми их. Они должны быть такие полупрозрачные. Они дают очень красивый цвет. И когда они просвещаются немножко, это тоже очень красиво получается. Делается все очень просто. Мне, кстати, вот этот рулет понравился больше всех. Тоже должны быть где-то минимум сантиметров 15, а то и 20 в ширину наш рулетик. Чтобы удобно было его свернуть. Выкладываю на него начинку из яиц, моркови и картофеля с яйцом. Точнее с майонезом. Разравниваю немножечко, не доходя до края с одной стороны. И сантиметров 3-4 до края с другой стороны. Выкладываю порезанное филе сельди длинными такими полосочками. И затем еще на филе сельди буду резать небольшими такими слайсиками авокадо. С ним получается очень вкусно. Очень такая легкая внутри консистенция получается. И опять заворачиваем наш рулетик. Посмотрите, какой он красивый становится. Тоже заворачиваем его в пленку. Он у меня будет, этот рулетик, кругленький. Поэтому я прокатываю тоже немножечко притрамбовываю. И тоже отправляю в холодильник на полчаса остыть. Затем уже можно будет этот рулетик резать. Его можно подавать и вот таким вот целиком на стол. А можно нарезать на вот такие вот красивые роллы. И расставить уже так, как вам нравится. Он внутри очень красивый, действительно похож на суши. И получаться очень вкусный, очень нежный. Мне именно этот вариант понравился больше всех. Можно сверху поставить какую-то точечку из соуса или майонеза. Все по вашему усмотрению. Приступаем к следующему варианту. Туда я взяла яйцо, морковь, картошку и порезанную кубиками селедку. Добавляю также майонез для придания консистенции. Опять же можно использовать туда горчицу и допустим какой-нибудь греческий йогурт. Но у майонеза более плотная консистенция. Всю эту начинку я перемешала. Теперь беру свеклу, потертую на крупную терку. Выкладываю на пленку. И разравниваю вот таким вот шариком. Таким точнее пластом круглым. Мы будем делать из него шарик. Трамбую, чтобы нигде не было проплешин. И затем в центр выкладываю начинку. Мы будем делать такие себе елочные игрушки. Затем собираю. Вокруг укрываю наш шарик из начинки свеклой. Немножечко утрамбовываю, держа вот так в пленке. И сразу же можно отправлять на тарелку. Перекладываю на тарелку. Посмотрите, шарик получается очень красивый. Осталось только сверху придумать такие держатели. Я из морковки просто вырезала такие оранжевые держатели. И из белка, из яйца сделала петельку. Можно сделать из какого-то сыра, можно из зелени. Здесь абсолютно не принципиально. И выкладываю вот такие вот елочные игрушки получаются у нас. Очень вкусные. Посмотрите, какой он красивый внутри получается. Можно сделать порциона на каждого человека. И это очень-очень действительно вкусно. Та же селедка под шубой, но на вид совершенно другая. И для самого простого варианта, собственно из остатков, я нарезаю яйца. Достаю из них желтки. Они нам не понадобятся. И, собственно, любую начинку мы можем овощную использовать из этих вариантов. У меня здесь и свекла, и морковка, и немножко желтка перебито с майонезом. Просто выкладываем это все внутрь яйца. Выкладываем сверху сельдь и красный лучок. Можно тоже сверху посыпать какой-то зеленушкой. Посмотрите, 5 разных вариантов, а сочетание одно и то же. Получается очень вкусно. Мы все очень любим сельдь под шубой. Приятного вам аппетита и вкусных вам праздников. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok